Пользуясь случаем, что вас очень многие смотрят, россияне, я хочу обратиться к россиянам. Дорогие россияне, мы, украинцы, не испытываем к вам никакой ненависти. Я всегда говорил, говорю и буду говорить. Я очень люблю великую русскую культуру, великий русский язык. Я люблю всё великое русское и ненавижу российское государство, которое вредит в первую очередь вам, дорогие россияне. Сегодня ваша армия пришла в мою страну сеять смерть. Огромные колонны, как саранча, заходили с разных и заходят с разных направлений Украины. Самолёты, ракеты, всё это бомбит, стреляет в города, где проживает большинство русских, по национальности, например, в Харьков, Мариуполь. Вот, казалось бы, Харьков, он же должен был по замыслу Путина стать оплотом русского мира. Но не стал. Харьковчане вышли и сказали, мы не хотим этого. И Харьков – двухмиллионный город. Сегодня перед этим российская техника прорвалась сюда, её всю покрошили. Харьковчане и армия наша, наша великая армия. Я просто преисполнен такой гордости за нашу армию. Это такой момент великий сегодня. Наши вот ребята, которые стали грудью на защиту своей страны. Так вот, по Харькову сегодня два обстрела градами утюжили так жилые кварталы, по многоэтажкам били. Трупы разбросаны по Харькову, харьковчан. Это что, русский мир здрасте называется? Дмитрий Ильич, на ваши слова, слова Коношенкова, я не буду говорить о величии каком-то. Просто есть альтернативная точка зрения, обозначенная. Не, не, альтернативная. Смотрите видео, миллионы видео уже харьковчане снимали с балконов. Что вы? Трупы, диверсанты российские, российские солдаты, которых ноги оторвало парню, он якут или кто показывает. Всё это посмотрите. Я хочу обратиться к российским матерям, к россиянам. Не пускайте детей в Украину. У нас сражаются стены, камни, у нас стреляют из окон, у нас жители наших городов и сёл выходят безоружные на танковые колонны, останавливают их и заворачивают. И я скажу самое главное. У нас подошло огромное количество новейшей западной техники. Огромное количество. Оно уже распределено везде, где должно быть. Это и стингеры, и НВА. И не буду произносить дальше что. Будут гореть танковые бронеколонны, будут сбиваться самолёты так, что вы не представляете, что произойдёт. Сегодня под Киевом, в районе Бучи, на Житомирском направлении, 200 бронемашин сожжены в пепел западным оружием. 200 бронемашин в течение часа на подходах к Киеву. Сбито много самолётов, в том числе реактивных. И ещё один момент. Организован и практически весь сформирован уже иностранный легион. Тысячи украинцев и неукраинцев по разрешению государств из разных стран мира прибыли и продолжают прибывать в Украину для защиты Украины. Это люди, которые закалились в боях во всех точках мира. Которые знают, что такое воевать. Ребята, здесь будет жара. Не ходите сюда. Вы не досчитаетесь своих детей. Делайте, что хотите. Отрезайте им пальцы. Уговаривайте. Не пускайте их в Украину. Их будут убивать и превращать в мясо. И ещё. Российское государство. Заберите рефрижераторы с трупами российских солдат. Более пяти тысяч трупов. Заберите их. Похороните по-человечески. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова